Мэр Магадана Юрий Гришан проверил ход ремонтных работ по адресу Пролетарская, 82. В феврале этого года ураганным ветром был нанесен значительный ущерб городу. Порывы ветра, достигавшие 33 метров в секунду, сметали все на своем пути. Исключением не стало и крыша многоквартирного дома. Незадолго до происшествия в 2020 году дом сдали в эксплуатацию после ремонта. Работы выполняла компания ООО «ТИС Бизнес Строй» по заказу фонда капитального ремонта. Сейчас они же заново переделывают кровлю. Только теперь за ходом работ пристально наблюдают. Специалисты профильных ведомств муниципалитета в режиме реального времени контролируют ход работ посредством установленной на соседнем доме камеры видеонаблюдения. На сегодняшний день фонд капитального ремонта, как мы считаем, ну, во-первых, он сорвал уже сроки. Мне было как мэру установлено в прокурорском предостережении, значит, закончить работу до 1 апреля. Они не закончены. В силу разных обстоятельств, то у них там с документацией, экспертизой, проблема. Никого на самом деле в прокуратуре это не волнует. Ну, и вот сейчас то, что мне докладывают заместители руководителя департамента ЖКХ, они вместе с техконтролем побывали на объекте. И я думаю, что мы свои замечания отправим в фонд капитального ремонта, потому что есть вопросы, которые можно устранить сейчас в ходе производства этих работ, с тем, чтобы не повторить той ситуации, которая была. Здание до сих пор продолжает находиться в режиме ЧАЭС, утверждают специалисты. По словам главы города, осадки, в частности, дождь, всё ещё представляют опасность. Могут пострадать квартиры на пятом этаже дома. Ремонт кровли на Пролетарской 82 продолжается и остаётся на контроле у властей города. Увеличить доход города на 818 миллионов рублей. В Магаданской городской думе провели заседание по бюджету и вопросам экономического развития. Обсудили внесение изменений в бюджет Магадана на ближайшие три года. Часть средств планируют направить на реализацию программы «Столица» и строительство второй очереди парка «Маяк». Доход увеличат, в частности, благодаря безвозмездным поступлениям. В доходную часть включены безвозмездные поступления. Это межбюджетные трансферты в сумме 731,4 миллиона рублей и средства внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности особоэкономической зоны в сумме 86,2 миллиона рублей. Все изменения безвозмездных поступлений отражены в приложении к пояснительной записке, поэтому я не буду оторвать ваше внимание на пояснение этих сумм. Также увеличен план поступления налоговых доходов на 54,8 миллиона рублей. В связи с превышением фактического поступления над плановыми назначениями по таким налогам, как налог на доходы физических лиц – 26 миллионов рублей, налог, применяемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 17,6 миллиона рублей и налог, взаимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 11 миллионов рублей. Также в 2021 году бюджет по расходам будет больше на 9 миллионов рублей. В 2022 по расходам 7,8 миллиарда, по доходам 7,7 миллиарда. На 2023 доходы и расходы будут 7,5 миллиардов. Кроме того, депутаты ознакомились с информацией о размере кредиторской задолженности на 1 января 2021 года. В принципе, тенденция у нас положительная. Кредиторская задолженность гасится и она сокращается. До сегодняшнего момента порядка 638 миллионов составляет, но она будет гаситься в течение года и уже на сегодня часть этих средств уже погашена. Но в основном это задолженность кредиторская перед поставщиками, перед строительными организациями, перед социальными объектами. Поэтому, конечно, это в основном все-таки больше внутри бюджета перераспределения идет. Гасятся те задолженности, которые были на 1 января 2020 и на 1 января 2021 года. Человек утонул в городском бассейне. Утром 10 апреля обнаружено тело мужчины 54-го года рождения. Следователи начали проверку. Сотрудники ведомств устанавливают, был ли это несчастный случай или ему пришествовали криминальные причины. На место происшествия выезжали старший следователь и заместитель руководителя следственного отдела по городу Магадан следственного управления. С целью установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно установлено, что смерть последнего не носит криминальный характер. Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства происшествия. Региональный исторический квест провели в Магадане в 28-й школе и посетили его Дню космонавтики. Организаторы – волонтеры Победы. МИР – советско-российская пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция. Работала она с 1986 по 2001 годы. На ней провели более 23 тысяч экспериментов. В 2001 году правительство России решило затопить станцию по многим причинам. По легенде квеста она осталась функционировать. Станцию поместили в специальный научно-учебный комплекс, в котором будущие космонавты отрабатывают необходимые навыки. Командам предложено пройти каждый модуль станции, выполняя определенные задания, которые для них разработали наши команды. Сегодня в данном квесте принимают участие три команды. Это сборная школьников с 7 по 11 класс школы номер 28 и коллеги-учителя, которые тоже решили принять участие в этой игре. В каждой команде от 5 до 8 человек. За прохождение этапа участникам начисляли баллы от 0 до 10. Время прохождения раунда – по 8 минут. После каждого этапа команды возвращались в Центр управления полетов, где получали новое направление. Участники решали логические задачи и ребусы, а также отвечали на вопросы викторины. Для того, чтобы провести квест, организаторам пришлось поработать над реквизитом. В некоторых этапах есть два листа фанеры, которые нужно будет прикрутить друг к другу болтами и гайками. Также есть этап, где нужно на скейтборде, по полу проползти, собрать карточки. В общем, вот такого типа реквизит. На самом деле вообще ничего сложного. Каждый, кто хотя бы чуть-чуть знает про 12 апреля, про день космонавтики, сможет справиться. Станция «Мир» была крупнейшим космическим объектом, который совершил выход в околоземное пространство и вернулся на нашу планету. В ходе квеста участники не только проверяли свою эрудицию, но и узнавали интересные факты о космосе. Этап был связан с репусами. Было очень интересно. Очень интересный был там английский. Не очень сложно. У нас хорошая команда. Мы друг другу помогали. И, в принципе, хорошо все прошли там. Все задачи были связаны со специфическими особенностями модулей орбитальной станции «Мир». После упорной борьбы за победу первое место заняла команда учителей. Теперь вы должны записать. В здании ДДЮТ 9 апреля состоялся финальный этап городского конкурса «Педагогический дебют-2021». Состязание проводили по двум номинациям – педагог общеобразовательной организации и педагог дошкольного образования. Последним этапом стал профессиональный разговор – ток-шоу, на котором молодые преподаватели обсудили злободневную тему – травлю в школе. «Осталось одно финальное мероприятие – это сегодняшний ток-шоу «Профессиональный разговор», которое будет посвящено именно буллингу в образовательном пространстве школы». Непростой вопрос о травле преподавателей, который стал широко распространённым в образовательной сфере, признан всемирной проблемой, утверждают эксперты. Участники конкурса рассказывали, как они столкнулись с буллингом лично. Педагоги, исходя из своего опыта, предлагали пути решения. Финальное испытание дало возможность преподавателям проявить свою позицию в этом вопросе. Результаты конкурса гласят 20 апреля на церемонии награждения участников, которая состоится в 16.00 также во Дворце детского и юношеского творчества. Продолжение следует... Пиши своё имя в историю города!